На столичном ипподроме Акула начались отборочные игры турнира по Кокбуру в честь праздника Ноурун. С участием принимают 16 команд из всех регионов страны. Состязания пройдут в несколько этапов. Финальный состоится 21 марта. Тогда же определится и победитель. Сезон Кокбуру традиционно стартует в марте и включает 4 турнира республиканского масштаба. Национальная игра кочевников с каждым годом набирает все больше популярности. Оттого и желающих воочию понаблюдать за симбиозом скачек и борьбы на ипподроме становится все больше. В стремлении подбодрить и поддержать своего фаворита болельщики соревнуются с не меньшим азартом, нежели сами игроки на поле. Несмотря на то, что сегодня холодно, снег мелкий. Посмотрите, весь ипподром забит людьми. Трибуны полные, команды молодцы. Все показывают отличную слаженную игру. Кокбуру – это наследие наших предков. И то, что ребята занимаются этим на профессиональном уровне, не может не радовать. Мы все собрались, чтобы посмотреть на игру. Видно, что команды тренировались. Они стали сильнее. Хорошо подготовлены игроки. Отлично подобраны скакуны. Организация соревнований на высшем уровне. Очень интересно за ними следить. Как говорится, пусть победит сильнейший. Правило Кокбуру, или как еще игру называют в народе Улак-Тартыш, борьба за тушу козла, на первый взгляд достаточно просты. Две команды по 12 игроков в течение часа сражаются за тушу козла. Победит та, которая удалось отвоевать и как можно больше раз забросить тушу в тай-казан, своеобразные ворота. Однако есть и свои нюансы. Так, например, в снаряжении лошадей не должно быть каких-либо украшений или металлических элементов. Подковы должны быть не острые, а команды не имеют права менять игроков и лошадей в течение всего турнира. За нарушение всех этих правил командам грозит дисквалификация. За ходом состязаний пристально следит судейская коллегия. Турнир проводится ежегодно. Однако в этом году очень много новых команд и новых игроков. Конечно, все они больше борются не за победу, а за место в сборной на играх кочевников. Туда войдут только самые сильные. Из команды, которая победит 21-го, будут отобраны шесть лучших игроков. Из остальных выберут по одному. Ребятам предстоит отстаивать честь страны, поэтому на них большая ответственность. В этом году участие в состязании принимают около восьми команд новичков. Тех, кому впервые предстоит проявить свои спортивные навыки. Кроме того, болельщикам удастся понаблюдать и за игрой звезд Кокбору. Так, знаменитый спортсмен Манас Ниязов в составе своей команды «Достук» в игру вступил уже сегодня. И удача им не изменила. Команда Ниязова вырвала победу из рук соперников. Сегодня мы играли с новой командой. Игроки сильные, подготовленные. Старались играть аккуратно, осторожно обращались с лошадьми, чтобы они не сильно устали и не травмировались. Мы были на сборах два месяца. Усиленно тренировались. У всех большие планы на игру. Каждому хочется пройти в финал. А если на этом этапе лошадь получит травму, дальше будет сложно. Каждый игрок сражается ведь не за деньги, а за шанс участвовать в играх кочевников. Но все понимают, что в сборную попадет не каждый. Сегодня лишь второй день отборочных игр. Однако фавориты уже определились. Так, почитатели Кокбыру ожидают наиболее ярких схваток от прошлогодних чемпионов команды «Интыма». Сабина Дамаскина, Оскат Ибраимов, НТС.